Здарова, друзья! Ну что, как вам сидится на карантине? Наверняка плохо. Мне, например, очень хреново. Я как бы человек привыкший сидеть дома и дома работать, но, во-первых, так долго дома мне ещё сидеть не доводилось, а, во-вторых, пропало чувство свободы. И это, пожалуй, дезморалит сейчас больше всего. Вообще, плохих новостей в этом году прям рекордное количество. Новость о том, что в этом году, как раз в канун выхода консолей нового поколения отменяют Е3, вообще погрузила меня в ужасное отчаяние. Ведь, судя по всем утечкам и по тому, насколько слабая была прошлая Е3, в этом году нас могла ждать самая масштабная и эпичная Е3 за всё время. Но её не будет. И вот казалось бы, что всё, конец, всё максимально плохо, но лучик света в тёмном царстве всё-таки появился. И засиял он в виде отдельных онлайн-пресс-конференций, которые совершенно точно в ближайший месяц собираются провести почти все ведущие мировые игровые компании. В том числе, полноценную презентацию своих новых консолей обязательно проведут Sony и Microsoft и покажут там новые игры. Уже официально подтверждено, что Microsoft проведёт свою конференцию уже 7 мая и продемонстрирует стартовую линейку игр. Но, возможно, они будут показывать больше игр, а, возможно, всё-таки задержат новость об играх до середины лета или какой-то другой игровой пресс-конференции. А вот Sony должны показать консоль уже в начале июня. Если верить утечкам, то 5 июня. Так что, как ни крути, даже в условиях карантина, май и июнь месяц станут очень жаркими на анонсы новых игр. И всё же в очень необычной форме, но E3 2020 онлайн мы всё-таки получим. Так что давайте же сейчас я соберу все самые свежие слухи, подтверждённые новости, утечки и уже состоявшиеся анонсы, и расскажу вам, что же покажут в этом году в онлайн-формате E3 2020. Начнём с самого жаркого анонса последних дней, Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft анонсировали её 29 апреля и запустили стрим, на котором художник рисовал заглавный арт игры. А на следующий день они показали этот потрясающий, богоподобный трейлер, которым удовлетворили вообще всех. Особенно тех, кто последние 5 лет ныл о том, что из игры якобы убрали ассасинов и закинули сеттинг в далёкое прошлое. Теперь ассасины точно возвращаются, хотя они никуда и не уходили. Действия игры разворачиваются в 9 веке нашей эры и затрагивают скандинавский сеттинг. Налёты викингов на земли Англии, масштабные битвы, эмблемы ассасинов, война ассасинов и тамплиеров, скрытые клинки. Короче, всё будет и даже больше. Подробностей об игре уже достаточно много. Пока, правда, у нас есть только Cinematic Trailer, но геймплей, думаю, должны будут показать либо на одной из презентаций Sony или Microsoft, ну или на самой конференции Ubisoft, ну или даже везде понемногу. Так или иначе, ждём. Скоро нам всё покажут, ведь официальная игра должна выйти в конце этого года. Давайте далеко не будем уходить от Ubisoft и предположим, что ещё в этом году нам покажут и анонсируют. Итак, вот уже почти 5 лет прошло с момента анонса Beyond God and Evil 2. Первые два года нам показывали только Cinematic Trailer, потом показали немного геймплея альфа-версии, потом затихли и до сих пор никакой новой информации об игре не поступало. Но учитывая то, как долго она уже находится в разработке, есть всё же шанс, что даже если она в этом году не выйдет, то уж как минимум новые трейлеры или даже геймплей мы в этом году увидим. Но это не точно. Возможно, наши ожидания снова затянутся на неопределённый срок. Похожая судьба настигла и ещё одну игру, Ubisoft. Skull and Bones. Это, если что, та самая потенциально лучшая игра про пиратов, которая использует шикарную механику морских сражений из чёрного флага. Полноценный геймплей игры, который выглядел вполне готовым, нам показали ещё 3 года назад. И с тех пор ничего, кроме маленького нового синематика, не выходило. Ну вот буквально пару месяцев назад начали появляться новости о серьёзных проблемах в процессе разработки. Но они вроде как исправимы, игра действительно задерживается, но всё равно должна будет выйти в ближайшее время. Так что её теоретически стоит ждать, если и не в этом году, то в начале следующего года, думаю, она уже должна появиться. Watch Dogs Legion. С этой игрой у нас вроде бы всё очень-очень хорошо. Изначально она должна была выйти уже в марте этого года, но потом её перенесли на конец года, и по слухам игра была уже почти готова, и в переносе не нуждалась. А сделали Ubisoft это только потому, что она должна всё-таки войти в стартовую линейку нового поколения консолей. Так что в этом году мы о ней 100% ещё далеко не один раз услышим, и скорее всего точно поиграем. Также в этом году должны раскрыть много новой информации о шутере Rainbow Six Quarantine. И да, игру анонсировали ещё в прошлом году, и её название оказалось пипец как актуально именно сейчас, то есть практически пророческим. Ну и если вдаваться в совсем уж конспирологические теории, то можно вспомнить о серии игр Splinter Cell, которую давно обещают воскресить, но пока этого не делают. И учитывая обстановку в мире, в этом году нового анонса точно ждать не стоит. Так же как и не стоит ждать анонса новой части Принца Персии. А вот чего стоит ждать, так это анонса новой части Far Cry. Новая номерная часть Far Cry должна выйти в период с конца 2020 до середины 2021 года. Эта новость была опубликована ещё до всемирной эпидемии коронавируса. Так что возможно из-за него эти сроки сдвинуты. А может и нет, пока что мы этого не знаем. Так что возможно совсем скоро состоится анонс шестого Far Cry. И вот на этом с Ubisoft, пожалуй, можно и заканчивать. Microsoft и Sony. Два мастодонта, которые сразятся уже совсем скоро. Итак, начнём с Microsoft. И тут у нас всё на самом деле пипец как сложно. Ибо как известно, последние три года на каждой своей конференции E3 и не только Microsoft сообщали о покупке какой-то талантливой студии. За все эти три года они купили огромное количество студий. И от большинства всех этих купленных студий не поступает вообще никакой информации. А если верить некоторым источникам, то Microsoft в этом году заанонсит рекордное в истории количество игр для своей платформы. И теоретически, если все купленные студии и даже больше работают над совершенно новыми ААА проектами и хорошо спонсируются, то да, нас ждёт огромный бум новых игр и новых тайтлов, о которых пока вообще ничего не известно даже теоретически. Если это всё окажется правдой, то это будет просто какой-то гениальный ход Microsoft. Так что поживём, увидим. Но всё же несколько игр, которые 100% покажут у майков, у меня для вас имеются. И этими играми будут новая часть Halo, которую анонсировали ещё два года назад, Hellblade 2. И ещё очень много слухов ходило о покупке Microsoft студии Techland, разработчиков Dying Light 2. Так что, возможно, новая демонстрация игры пройдёт как раз на конференции Microsoft. И вот на этом, собственно, слухи о Microsoft практически закончились. Как бы всё, их действительно очень мало. Так что, либо они нас действительно будут сильно удивлять и всё держат в строжайшем секрете, либо им пока просто нечего нам показывать. Sony. Ну, с этими ребятами всё куда проще, и в них можно быть уверенным на все 100%. Они точно найдут, что показать и анонсировать. Уже 100% подтверждена разработка и скорый анонс Horizon 2, Человек-паук 2, продолжение приключений Кратоса, ремейк Silent Hill, Days Gone 2, который в этом году, скорее всего, не анонсируют, но он точно находится в разработке. И это лишь часть шедевральных эксклюзивов, которые точно в разработке и которые выйдут в первые несколько лет запуска консоли нового поколения. А ещё у Sony ведь есть множество других студий, которые в это время могут готовить новые шедевры, о которых мы даже теоретически ничего пока не знаем. Ну и само собой, множество эксклюзивных прав на уникальности в мультиплатформе они тоже выкупят. Так что ждём. Думаю, их пресс-конференция, как всегда, будет гениальной и великолепной. Дополняю это видео на стадии монтажа и озвучиваю, что вот буквально только что Electronic Arts официально тоже подтвердили свою пресс-конференцию, которая пройдёт 12 июня в 2 часа ночи по московскому времени. Ну а вот теоретически показывать им там по сути нечего. Наверное, как обычно, будет куча спортивных симуляторов, в том числе и FIFA 2021. Может покажут какие-то обновления на Sims 4, новый контент как Apex Legends, ну и может ещё какой-то новый контент к уже вышедшим играм. Никаких новых анонсов от них ждать, думаю, точно не стоит. Ещё могу добавить, что буквально недавно Джефф Кейли анонсировал Summer Game Fest. Единая цифровая платформа для всей индустрии этим летом, которая по сути и должна стать заменой E3 в этом году. Но выглядит она всё-таки очень странно, поскольку определённой даты проведения у неё нет. В ней лишь сказано, что игры будут анонсироваться в период с мая по август месяц 2020 года. И это какой-то прям уж совсем большой разброс. Почему нельзя всё анонсировать в один день и провести какую-то масштабную пресс-конференцию, я не понимаю. Ну, в общем, посмотрим, как это всё будет выглядеть на самом деле. Ну и напоследок можно быстро пробежаться по всем остальным утечкам и слухам из разных компаний. Итак, с вероятностью в 99% в этом году выйдет новая часть Serious Sam, разработка которого была подтверждена ещё в далёком 2014 году. Совсем недавно разработчики опубликовали официальный арт-игры и был также показан частично геймплей с записи с мониторов. В общем, это не совсем смотрибельно, но игра точно скоро выйдет. В Warner Bros. вот уже как полгода намекают, но всё никак не могут анонсировать новую игру от Rocksteady, которая, скорее всего, окажется новым Бэтменом. CD Projekt Red 100% будут продолжать показывать Киберпанк. Square Enix вроде бы ничего серьёзного пока не готовят, разве что ходили небольшие слухи о новой Ларочке. Что, скорее всего, слухи и неправда, ведь студия разработчиков занята Мстителями. Capcom совсем скоро должны будут анонсировать восьмую часть Resident Evil, о которой ходит уже множество слухов и о ней вообще уже почти всё известно. Ну и, может быть, они подготовят для нас ещё несколько сюрпризов. И в завершении пару слов стоит сказать о Bethesda. Они уже официально заявили, что даже в онлайн формате в этом году никакой конференции проводить не будут. А значит, если они будут показывать свои игры, то исключительно в рамках конференций Sony или Microsoft. Поэтому, думаю, никаких новых анонсов от них ждать не стоит. Ну а из того, что известно и уже было анонсировано, нам могут показать Starfield, Zelda Scrolls 6, Deathloop, Ghostwire Tokyo. Эти игры были анонсированы на прошлых выставках E3 именно на конференции Bethesda. И они всё ещё не вышли. Так что, думаю, стоит их ожидать. Их вполне могут показать. Если, конечно, Bethesda этот год и вовсе не превратит в год молчания. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, всё. Rockstar'овцы свои игры всегда анонсируют отдельно от всех остальных, так что GTA 6 ждать не стоит. Новости о Сталкере, думаю, тоже. Новую часть метро, я думаю, нам тоже не скоро покажут. Да и вообще из-за пандемии и года застоя, очень много проектов, которые готовы были анонсировать под шумок нового поколения консолей, решили отложить на лучшее время. Так что и новостей с разными утечками в этом году, ну, очень мало. В частности, из-за того, что E3 была отменена. А большинство утечек всегда вытекали перед подготовительной кампанией выставки и её расписание. Это всё, конечно, очень грустно, но не беда. Не отчаиваемся и ждём. Даже несмотря на отмену E3, думаю, Sony и Microsoft смогут провести настоящее шоу, на котором покажут много новых шикарных игр, которые мы будем с нетерпением ждать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и бейте в колокол. Всем удачи, друзья, и всем пока.